Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Как и обещали сегодняшнюю программу, мы решили посвятить другу огурца – помидору. И как и в прошлой программе, мы поговорим о преимуществах и правилах выращивания томатов в открытом грунте и защищенном. Итак, Наталья Викторовна, первый вопрос. В чем же разница и в чем преимущество вот этих двух способов выращивания этой овощной культуры? Уход за растениями томата очень важен. И нам иногда кажется, что вырастили хорошую рассаду, посадили томаты в теплицу, пусть растут, все, мы свое дело сделаем. Конечно, так бы нам хотелось. Выделили под солба, ставили лопаточки и закрыли вверх. Да, уход очень важен. И сегодня будем говорить о том, какие все-таки ошибки допускают овощеводов. Казалось бы, ну все сделали правильно, а урожая томатов нет. Дело в том, что часто мы, сами того не ведая и не желая, делаем такие грубые довольно ошибки и не получаем урожая томатов того, который бы мы хотели. И одна из причин, что иногда мы неправильно сажаем растения томатов. Есть детерминатные сорта, предназначенные для открытого грунта, они низкорослые. И есть сорта для теплиц, высокорослые, детерминатные. И часто бывает в спешке, когда мы сажаем ажиотаж посадочный, не глядя, посадили, допустим, низкорослые сорта в теплицу. Детерминатные сорта в теплице, они никогда не дадут того урожая, который бы они дали в открытом грунте. Они просто не могут освоить площадь теплицы, потому что они предназначены совсем для других условий выращивания. И наоборот, если вы высокорослые сорта томата посадили по ошибке в открытый грунт, сорта эти требуют подвязки, это раз. Во-вторых, они дают длительный период урожая у них растянут, с середины июля до заморозков. А у нас лето короткое, у нас уже в августе заморозки. То есть вы ни там не получите хорошего урожая, ни в открытом грунте, ни в теплице. Поэтому очень важно правильно высаживать гибриды и сорта томата, именно для тех условий, чтобы они росли в тех условиях, для которых они созданы и предназначены. И еще. Часто мы думаем, что томаты нужно поливать так же, как и огурец. Они иногда, видите, у нас и растут, и даже в большинстве случаев мы сажаем в теплицу и огурцы, и томаты. Хотя это делать неправильно. Да, мы не один раз уже об этом говорили. Это же ошибка. Конечно. Но, как правило, одна теплица. Что ты сделаешь? Хочется получить и огурчики, и помидоры. Мы советовали, как в прошлой передачах, что лучше тогда сделать перегородку из пленки. По крайней мере, чтобы у вас был какой-то микроклимат для огуречных растений и для томатных. И если у вас, допустим, растут томаты в теплице, вы не должны их поливать часто, как огурцы. Через день этого делать не нужно. Томатам нужен полив редкий, но обильный. И если стоит жаркая погода, полив нужно делать где-то в 4-5 дней. Не чаще. Прохладно на улице, значит, полив нужно делать еще реже. Один раз в неделю. И если у вас еще молодые растения, вот набирают только силу, прижились, теплиться, где-то приблизительно на одно растение нужно около 2 литров воды. А когда растение цветет, вступила в фазу плодоношения, то все 5 литров воды. Вот и посчитайте, сколько вы поливаете, даете ли вы своему растению полную заправку водой. Дальше. Когда томаты растут в теплице, для них оптимальная температура, где-то для хорошего развития, 25 градусов. Часто бывает очень жарко, да, и лето жарко, на улице жарко, а в теплице, сами понимаете, даже бывает тяжело и зайти туда, температура очень высокая. И тогда для томатов тоже не очень хорошая обстановка, потому что пыльца стерильна. Томаты самоопылители. И тогда они не могут, нет, у них не происходит опыление. Поэтому, когда жарко на улице, обязательно открывайте все форточки. Часто я знаю, поликарбонатные теплицы, у них только открываются двери. Этого очень мало, недостаточно. Обязательно старайтесь, чтобы в теплице были форточки. И если стоит стабильная жаркая погода, не закрывайте форточки томатной теплицы даже ночью. Ночью должна быть температура 17-18 градусов. Не создавайте высокую влажность. И вот когда полили растения томата, обязательно проветривайте теплицу. Томат это не огурец, он не любит влажность воздуха. Когда в теплице жарко, все болезни, особенно фитофтора, тут как тут. Поэтому вот нужно обязательно следить за растением. И желательно замульчировать почву в теплице. Мы уже говорили, что отмульчить только одни плюсы. Когда вы или опилками, или торфом, или скушенной травой разложили, замульчировали почву на грядке. Во-первых, вы сохраняете в почве тепло. Не так часто нужно пропалывать грядку, потому что сорняки не очень хорошо, не могут пробиться через слой мульчи. Это потом сохраняет, не так надо часто поливать, влага сохраняется, тепло. И нет трещин почвы, понимаете. И поэтому хорошо бы замульчировать почву. Вот, чтобы растение росло нормально. И когда у вас растут томаты в теплице, вот созрела первая кисть, созрела, действительно уже и налились плоды, и пошли они созревать, то тогда желательно, чтобы у вас не было вот таких джунглей в теплице, обязательно нужно вот нижние листочки оборвать. Созрела вторая кисть, оборвите листья до второй кисти, потому что листья оттягивают очень много питательных веществ, влагу забирают из растения. И растение тратит не на формировку плодов, не завязывают вот свои кисти, а равномерно тратит и на листья, и на цветение, и на плоды. И обязательно, когда у вас на растении уже заложились 5-6 кистей нормальных, да, прищепните верхушку. Где-то в середине августа нужно обязательно прищепнуть верхушку растения томата. Не гонитесь за буйным цветением в надежде, что вот все равно за каждой кистью, что нужно как можно больше, чтобы было плодов завязано. Растение не сможет за август месяц завязать, и все плоды не созреют. Поэтому ограничьтесь 5-6 нормально созревшимися кистями, и пусть у вас будет верхушка прищепнута. Тогда будет все нормально. И чтобы не было вот таких джунглей у вас в теплице. Чтобы хорошая была освещенность, растения хорошо освещались солнцем, не было загущенности. Томат требует внимания. Конечно. И нужно, если вы выбрали посадки эту культуру, готовиться к тому, что придется потратить время и немало, чтобы получить хороший урожай. Наталья Викторовна, что такое посынкование? Я знаю, что это тоже вещь очень-очень важная, нужная и просто даже необходимая для томата. Можно проводить вовремя. С посынкованием опаздывать нельзя. Ну, нельзя вот так голопом забежал в теплицу, быстренько что-то там оборвал, обрезал. Оборвал вместе, быстро полил, проветрил и убежал. Для растений тоже это стресс. И когда вы начинаете формировать растения и обрывать листья, не спешите сразу оголять, допустим, весь стебель. Потому что хорошего ничего не будет. Для растений это стресс, и нужно аккуратно, внимательно и постепенно это все делать. А что касается посынкования, то это обязательный прием для формирования томатных растений. Но то же самое. Придя в теплицу, вы должны понять, это пасынок или это кисть. Потому что у высокорослых томатов завязывается первая хорошая кисть томатная где-то над шестым, восьмым листом. Значит, до этой первой кисти у вас будет шесть, восемь листьев. И из пазухи каждого листа у вас будет расти пасынок. И этот пасынок будет оттягивать быстрее, и пока дойдут питательные вещества до вашей кисти, пасынки заберут. Поэтому если вы не будете посынковать, у вас будут мощные раскидистые кустоматы. У вас будут пасынки длинные, с веточками, с листочками, с цветочками. Но будут мелкие плоды, которые не вызрют, и ничего хорошего не будет. Поэтому обязательно нужно растения посынковать. Пасынковать лучше утром, потому что растение успеет за день зарубцевать вот эту ранку, чтобы не уходила в ночь вот эта открытая ранка, чтобы туда не попадали различные микробы, и не было никакого заражения. Выщипывайте аккуратно пальцем. Где-то смотрите, пасыночек 3-4 сантиметра, дальше не нужно его запускать. Обязательно нагнули его, прищипнули, он очень легко ломается. И пасынки эти не выбрасывайте. Сложите их в ведро, залейте водой горячей, сделайте такую настойку, и эти же томаты этим же настоем обработайте, и вашим растениям будет только польза. Поэтому пасынкование обязательно нужно проводить, и проводить его постоянно. Потому что пасынки растут постоянно. И вы должны четко понимать, где пасынок, а где кисть, чтобы случайно не отломать кисти. Кисть растет прямо на стебле, на стебле растения. И вот то же самое, посмотрели. Она не будет расти из листа. Не будет расти из листа, из пазухи листа вырастают только пасынки. Поэтому формируем мы, как правило, томаты в один стебель. Идет главный центральный стебель, идут кисти на стебле томатные, и пасынки, которые мы удаляем. Казазмин ничего сложного, только нужно это делать все в уровне. Когда пасынок большой, вы его выламываете, получается большая ранка, он уже набрал силу. И растение не получает нужного питания, забирает все пасынки. Поэтому с этим приемом опаздывать ни в коем случае нельзя. Обязательно его проводите постоянно. Наталья Викторовна, но мне кажется, что томаты, если их кормить только пасынками, настоем из пасынок не наедятся. Конечно. Как любую овощную культуру кормить нужно. И кормим мы где-то томат, тоже 3-4 подкормки. Нужно ему сделать за период вегетации обязательно. Можно чередовать подкормки минеральными удобрениями, чередовать с подкормками органическим удобрением. Это самое лучшее такое получается. И, конечно, микроэлементы томат очень чувствительны на отсутствие магния. Вот такой микроэлемент, как магний, он может значительно снизить урожай томатов. Вы это поймете по листьям. Они становятся мелкие, темно-зеленые и с таким синим оттенком. Поэтому нужно подкормку сделать микроэлементом магния. И вообще, как любая культура, требует и ухода, и рыхления, и борьбы с сорняками, и полива, естественно, и подкормки. Не забывайте. Томаты достаточно капризные и требуют повышенного внимания. Мы уже говорим об этом, не устаём повторять. Это снова и снова. То, что касается борьбы с вредителями, которые любят эту овощную культуру, не меньше, чем мы с вами. Как всё-таки боремся с вредителями? И, в частности, хотелось бы особое внимание уделить Тли. Вы знаете, конечно, борьба с вредителями на томате очень важна. Её нужно делать как бы профилактически. Не ждать, когда появится целое полчища вот этой Тли, или белокрылки, или паутинного клеща. Нужно обязательно, когда вы работаете в теплице, поливаете, делаете посынкование, обязательно смотрите на растения. И, конечно, хочу сказать, что здоровые растения, которые хорошо ухоженные, подкормленные, вовремя посынкованные, они более устойчивые. Ну, как любой, как человек более здоровый, да, у него повышенный иммунитет, он меньше подвержен заболеваниям. Так и растения. Если вы и рыхлите почву, у вас нет сорняков, которые являются основным источником распространения Тли, то, конечно, и Тли у вас не должно, по идее бы, быть. Но если уже завелся этот у вас вредитель, то, конечно, я противник химических обработок. Ведь вы же эти томаты будете срывать, нести в дом, делать салаты или заготовки какие-то делать. Поэтому нужно щадящие обработки делать различными настоями. Ну, про один мы с вами говорили, настои ботвы. Можно готовить и луково-чесночный настой. Ничего сложного. Взяли, измельчили, залили кипятком чеснок, настояли, разбавили в 10 литрах воды, полили. Только такие обработки, конечно, нужно делать более часто. Если химические обработки, они, допустим, убивают вредителя, и можно делать оно в 20-30 дней, то здесь раз в неделю такие обработки нужно проводить. Горчичный порошок. Взяли 200 грамм горчицы, развели в 10 литрах воды, опрыснули свои растения. Можно припудривать между ряде томатов золой. Зола – это и подкормка хорошая, и борется с вредителями. Так что способов очень много. Да даже самый простой элементарный способ – хозяйственное мыло. 200 грамм мыла на 10 литров воды. Взяли его, распустили в этой водичке и пролили. И так вы будете бороться с трёй, зато вы будете знать, что вы едите нормальную, чистую продукцию. Наталья Викторовна, что такое фитофтора томата и как с ней бороться? Фитофтора томата – это самое опасное заболевание томата. Она распространяется, конечно, повсеместно. И хотя выращиваются сорта сейчас и создаются устойчивые сорта, но, как правило, первая причина появления фитофтора – это нарушение агротехники. Фитофтора очень любят, когда загущенные посадки, когда очень высокая влажность, вы не проветриваете теплицу. Поэтому вот тут она будет, тут как тут. Бороться с фитофторой тоже можно, но не дожидаться, когда она уже появилась. Появляется она вначале на листьях, начинают желтеть листья, буреть, и потом она переходит плавно на плоды. То есть можно от фитофторы потерять практически весь урожай, потерять все свои растения. И поэтому, не дожидаясь появления фитофторы, нужно делать профилактические обработки. Потому что, вы знаете, начнутся перепады температуры, начнется в теплице появляться конденсат, повышенная влажность, когда холодная погода стоит на улице. Вот это самые лучшие условия для размножения вот этого гриба. Обработки делают тоже самые разные. Делают вот такую обработку, берут литр молока безжиренного, добавляют 10-15 капель йода, и вот такую обработку делают. Обрабатывают еще растения томата молочной сывороткой. Берут обычную сыворотку, разбавляют пором с водой. Вот, допустим, 5 литров сыворотки, 5 литров воды. И этим раствором тоже поливают свои томаты. Также можно золой, обычная зола, тоже развели ее, подкормили. Можно взять раствор мочевины, 2 столовые ложки мочевины на 10 литров воды. Вы делаете такую профилактику против фитофторы, и заодно помогаете растению, как бы подкармливаете его. Можно сделать фитоспорином, биологическим препаратом. То есть способов очень много, но вы знаете, что такие способы, они где-то на недельку притормаживают появление болезни. И нужно эти обработки делать регулярно. Тогда только вы уйдете от заболевания. И самое главное, конечно, здоровые, сильные растения, ухоженные, которые, естественно, смогут противостоять такому злому заболеванию, как фитофтора. Спасибо, Наталья Викторовна. Я надеюсь, что наши дачники примут к сведению и воспользуются всеми вашими советами. И уже осенью получат богатый урожай томатов. Это была программа «Грядки в порядке». Всего вам доброго. И до свидания. Желаем удачи на вашей даче. До свидания.